Всем привет, на связи все так же Дмитрий Князькин, он же Кракен, а вы находитесь все так же на трансляции Home Academy, которая всегда готова дарить вам незабываемые матчи и жаркие эмоции во всех киберспортивных дисциплинах. Смотрим с вами вторую карту, авангары, фирс и спорс, пиккоманда авангард, да-да, тот самый, сам своим глазам не верю, старый, добрый, уже полюбившийся, оставивший след во многих сердечках у вас, работяги, конечно же, кэш. Первая пистолеточка, ангары у нас начинают за защиту, очень неплохой у нас буст сейчас был для Кикерта, поработал, но никого не добил, первый падает Фич, ставится бомба, нет, не ставится бомба, говорит Санджи, выбивает у нас Фрей, падает от рук Ардилы, бустер работает в обраточку, Стэнли минусует у нас Кикерта, два в три, есть информация также о бустере, бустер выбивает у нас Стэнли, также работает по Эклсу. И это прекрасные шансы сейчас у авангара дожать до конца, бустер палит свою позицию, нужно выходить до мужика, и этот мужик в лице бустера это и совершает. 4 кила в первой же пистолеточке, просто какое-то сумасшествие. 1-0, открытие счета за сторону авангар. Напомню, что первую карту пик команды Фирс и Спортс, ребята из авангара очень потно, но усердно выиграли, 16-11, если не ошибаюсь по общему счету было. Ну и смотрим на вторую карту, если ребята обменяются пиками, разменяются, и Фирс и Спортс затащат, соответственно, ДК, что будем смотреть с вами третью карту этого оверпасса. Фич фармит уже на бусте Ордилу. Будут ли еще какие-нибудь минуса дальше? Стэнли вместе с Астра в районе буста находится Джейми чекает с белого, но не пока что никого не находит. Работает Фич, зато в обраточку, и тут Джейми тоже минусует для себя двоих. Это изи, раунд, ну тут понятное дело, там не дефолтные пистолеты и как бы не более того. По общему счету Best of 3 пока что летят у нас авангары со счетом 1-0. Но если они будут брать свой пик, то ГГВП, к сожалению, для Фирс и Спортс в этом противостоянии, так как это будет 2-0 за сторону авангар в этом Best of 3. Кикер. Играет на чек с мейна, тоже пока что никого не находят. Но опеннингов не происходит. Три формилочки, в руках защиты, это Кикер, Санджи и Фич. UMP 45 и парочку МП 9. Экклса работает по бустеру, Фич забирает Экклса в обраточку. Еще и палит у нас Стэнли, ну что ж, ну ты же его видел, братан, зачем тебе перезаряжаться? Он же в любой момент может выходить. Стэнли байтит на себя хорошенький такой молик, но забирает Джейми, пропрыжечкает. Прыжечкает тут и Кикер. В районе скрипа работает по ардиле. Три в три ситуация, времени пока что еще достаточно. Эх, хороший бы сейчас хедшот мог взлететь по Санджи, но такого не произошло. Интересная флешка. Стэнли открывается и должен быть забирать. Санджи, конечно же, Санджи открыть им своим тоже все-таки решил вопрос по Фрею. Открывается Фич, работает по одному, падает от рук Астра. И Кикерт остается последним у авангардцев против такого же последнего игрока команды Фирс и Спорс в лице Астра. Проблема в том, что Астра имеет С4 на руках и, понятное дело, успешно его реализует. Кикерт это понимает и постарается, судя по всему, выйти на ретейк. Не было гранат, но они ему и не нужны были, на самом деле. Сэйвит. Авапу сэйвит, собственно говоря, щипцы. Нет, он не понимает, ему говорят, щипцы слева от тебя, братан. Вот они, да, вот они щипчики. Ну и проходится так, беглым взглядом по гранатам. Не раздефуживает бомбу. Авангард пока что лидирует и очень неплохо держит первые три раунда со счетом, соответственно, 3-0. Четвертый общий раунд. На ваших экранах, дорогие друзья, я хочу от вас больше какого-нибудь шума. Дайте мне шума. Давайте немножечко пошумим с щитами. Так же, как Джейми у нас заопенился по Эклзу. С щитами за любимый коллектив, конечно же. Будь то Авангар или Фирс и Спортс. Все, работяги, зависит от вас. Если в чате, возможно, есть еще какие-нибудь потомственные ведьмаки, гадуны, гадалки и прочее, то тоже можете повернуть не только реки вспять, но и, возможно, счет этого best of three, если, конечно, захотите. Ну, а мы смотрим. Четвертый раунд. Большая часть из которого уже пока что прошла. Четыре в пять. Открывается винты, и это дроп через винты на точку А. Всего лишь два человека защиты будут принимать этот выход. Раскидочка от Стэнли. Выход на чек. Тут еще и Фич может набросить на помощь своему тиммейту флешечку. И, знаете ли, с одного этого сработало, но полетели размены в обраточку. Санжи забирает два их, Фич забирает третьего. Там Фрей постарался перед тем, как он умер. Ну, и Ордила тоже не выдерживает горячего свинца из дула казахского Фича. И падает под натиск Камауга. Четыре ноль. Четыре ноль. И проблема с экономикой у Фирс и Спортс. В любом случае, как по мне, не надо быть таким прям слепо верующим человеком. И думать, что все, ГГВП, это 2-0 для Авангара и прочее. Закрывать трансляцию. Нет. Контра-страйк это игра, которая полна сюрпризов. Когда люди со счетом 14-0 выигрывают 16-14. Да, у тебя там падает челюсть. Но, возможно, все. Ровным счетом, как и у Фирс и Спортс. Которые, правда, сейчас не показывают нам ничего. Очень быстро разваливаются от рук. Бустер, Джейми и Санжи. Но то ли еще будет. Все еще впереди. Самые жаркие матчи. Самые жаркие раунды, конечно же, еще, я надеюсь, впереди. Ну и сам от себя, конечно, искренне верю, что Фирс и Спортс могут составить хоть какую-то конкуренцию. Показать реально красивый контр-страйк на карте оппонента. Понятное дело, что это пик команды Авангард. Понятное дело, что Авангардцы, ну, неплохо играют на кэше. Иначе бы они его просто не пикали. Но все равно. Кэш достаточно балансная карта. Поэтому не надо быть уверенным, что тут, я не знаю, есть какие-то сильные и слабые стороны. Ну да, может быть, есть небольшой перевес. Но в целом, как по мне, это самая балансная карта после того же Даста второго. Летят раскидочки втроем. Фирсы у нас будут, видимо, открываться сплитом на А через скрип. Фич работает по-первыхому, но забирает также. Обраточку его фрейт. У Джейми включается в игру кикер. Эти все ребята минусуют у нас оппонентов. Остается последний Стэнли. Очень далеко. Ну, но сейчас будет выходить из мейна и падать от рук АВП Джейми. 6-0. Седьмой общий раунд. Опять проблема с экономикой. У Фирсы Спортс. Есть ли это повод для того, чтобы сделать паузу? Ну, вот это мне интересно. Было очень много пауз за первую карту до Инферно. И порой они, кстати, реально помогали. Нет ли повод все-таки для Фирсы Спортс брать сейчас паузу? Ну, или как минимум паузу уже после этого раунда? Халдя пока в районе меда. Дропнулся у нас один игрок. Это Астра через буст. Будет как-нибудь отыгрывать там себя. И показывать. Ждет поджим из меда, но пока что никого не дожидается. Рашим выходом будут выходить под точку АС. Хайвей, один со Скрипая. И, в принципе, Аплент уже занят. Раскидали гранаты. И вот отличные шансы сейчас для Фирса Спортс забрать первый раунд за свою сторону. Так сказать, размочить счет. Фич работает по Астро. Забирает, конечно же, куда никак иначе. Джейми промахивается. Вернее, попадает, он не отбивает до конца. Кикерт по двоим. Работает Санжи, включается в игру. Также минусует двоих последних. Диффузит бомбу. Это 7-0. Ну и пока что максимально близкий раунд, к которому могли подобраться Фирсы. Очень много денег у ребят из авангара. Там по 12 тысяч было. По-моему, даже больше. На закуп. И хватает. Прям, да. Есть. Четыре калаша. Есть весла у Астра. К сожалению, данный игрок пока что себя в этом Best of 3 не очень хорошо показывает. По киллам он был слабым звеном на первой карте. Ну и пока что здесь тоже не очень хорошо работает. Стэнли. Опен фраг по Джейми. 5-4. Кикерт. Забирает в обраточку Астра. Без шансов. Без вариантов, как пелось в одной небезызвестной песне. Стэнли. Чекает НБК. Пока что никого не находит. Ну а бустер. Бустер. Может сейчас поджать спинку. Или фич, если дождется вообще смачок и увидит Стэнли первым. Так и происходит. Это 4 в 3. Рашевый выход на Б. Выкуривает Моликом позицию на каплях. Хотя пока никого не находит. Вот это прострел в обраточку. Но он не ваковый. Потому что были. Были пульки. А вот это конечно упущение. Огромное упущение для Санджи. Экклс работает по бустеру. Вторым Моликом. Непонятно откуда он его достал вообще. Санджи выбрасывает дальше. Там Молик. Абратно что с гранатами творится у в ангаров? Пока что непонятно. То Молик не туда. То Хаешка как-нибудь спотыкается. Какие-то фантомные текстуры. Ну ладно. Поздравлю я. Фирс и Спорс размачивают ребята счет. Это 7-1 судя по всему. Идут на сейв. Авангардцы. Еще и Кикерт может добрать Экклзу. Вообще непонятно конечно. Каким таким макаром. На что рассчитывал игрок атаки. Будучи на лоу хп. Бонни Хопя. Как можно быстро. Дальше и надолго. Ну ладно. Первый раунд. Я искренне верю. Что он не станет первым и последним. На данной карте. Первым и единственным. Ну и то что Фирс и Спорс. Как-то почувствуют. Собственно говоря. Вайп. Казахский вайп. Эти нотки. Степных прерий. Лошадей. И немножко. Кумыса в воздухе. Ну и соответственно. Будут как-то с этим бороться. Может быть там. В общем таки давить. Защит он. Ну ладно. Кроме шуток. Это активный. Рашевый выход. На ранних таймингах. Пода. Открывается у нас скрип. Работает Ардила. Не получается пока что. Никого забрать. Фич косплеит у нас Зевса. Но выживает Астрам. Первый опен фраг для него. Какой же Вьетнам творится. Кикер. Работает по первому. По второму. Сам сгорает. Но стойко. Стойко стоял этот игрок казахского коллектива. 2 в 3. Ситуация. Санжи. Поджимает Астра. И это большое упущение для последнего. Потому что выбивается хороший девайс. И самое главное выбивается бомба. Ардила остается последним. Санжи соответственно ждет его где-нибудь здесь. Но возможно бустер его дождет впервые. Так и происходит. 8-1. Никакого послабления для британцев. Не ставится пауза. Вот этого я пока что понять не могу. Как по мне все-таки должна быть. Уже реализована быть пауза. Но таковой не случается. Есть собственно говоря закуп у Ардилы. Правда не так все прекрасно. Это всего лишь чешечка. Но в целом. По закупу и даже гренкам. Вполне себе хватает кикер. Но любит его. Просто любят его казахские боги. Выспевает ему свои. Песни Акыны. Ну и выживает он. С 19 хп. Раскидка флешки. На помощь тиммейту. Не приносит пока что ничего. Но тут бустер правда может кого-то дождаться. Возможно. Если будут как-то проявлять свои активности через тот же Вентрум. Ну и так же занимается еще и Мэйн. Судя по выстрелам. Понятно что кто-то там есть. Джейми. Открывается и очень в легкую добирает у нас Фрея. Работает так же фич по Ардиле. И это проблемы. Фич находится у нас в раздевалке. Проблемы в том что взрыв в пакет дропнутый. Не подойти. Не подобраться к нему никак. 5 в 3. Ну и Экалзу. Везет кстати с Кикертом. Пока что. Санджи. Забирает у нас Стэнли. Работает в обраточку по Экалзу. Ну и Джейми. Недолго думаем. Но стоит у нас Астра. Это 9-1. На своем пике. Ну не то что прям прям в ноль. Но да. В салат. Раскатывают. Своих оппонентов. Ребята из Вангар. Приветствую всех работяг. Которые возможно только что ко мне подключились. Переподключились даже. Но не слышали моего приветствия. На связи для вас у микрофона. Работает Аки Пчелка. Над цветочками. В саду. Дмитрий Князькин. Жекрайкин. Команда восклицательный знак. Кастерс. Даст вам ссылочку обо мне. Залетайте. Подписывайтесь. Пообщаемся. Вы находитесь на трансляции. Хом Академи. Ну и тоже чекайте другие наши социальные сети. Готовится хорошенькая такая флешечка. Стэнли. Теперь Стэнли наоборот. Хранит видимо королева. Ну уж не казахские боги это точно. Так же 19 хп. И он выживает. Джейми Фич. Разбирают двоих. Увольняют еще парочку. Стэнли забирает только Кикерта. Ну и это 10-1. Тотальный разнос. Я хочу вам сказать. Двенадцатый общий раунд нету вообще практически никакой возможности для закупа. Но тут Стэнли есть в общем-таки. Калаш от него будет строиться. Какая-то тактика у Фирс и Спорс. И скорее всего они ее будут придерживаться. По крайней мере. Устараются как-то от опенингов по Стэнли. От Стэнли. От опенингов Стэнли. Господи. Отыграть. Но получится ли? Стэнли. На позиции буст. Сейчас чекает своих визави. Никого не находит. Но также на меде в гараже халдят другим его тиммейтам. А вот так вот. Не надо недооценивать Джейми. Который сидит и бдит с ВП. Набирает также у нас еще и бустер. Вразмен. Работает Астр Пассанджи. Джейми минусует того. Ну и последний кит для него с девяточки тоже. Абсолютно изи. И это тринадцатый общий. Одиннадцать один. Если в этом мире существует камбэчная. То Фирс и Спорс должны знать от нее номер. Должны просто со всех возможных девайсов. Со всех мобильных операторов. В том числе. Звонить туда. Стучаться в двери. Но как-то глухо пока. С камбэчной идут гудки. Не отвечают им. Полагается. Понятное дело. Что на свои силы. Я вот даже не знаю. Как можно. Сыграть против авангаров. Сейчас. Что можно придумать такого. От британцев. Чтобы как-то начать выходить. На взятие раундов. Если только перемудрить. Очень дико. Ну и словить хорошие тайминги. Играть от опенингов. Сложно. На таймере минута 0.5. Времени пока что достаточно. Это сплит через мид. И мэя на точку А. Открываться видимо будут на последних таймингах. Ну не таких уж последних. А вот это вот. Прощать не должен быть Джейми. Но к сожалению простил видимо. Второй был. Уже выстрел. Ардила тут работает. Слушайте. Одни. Одни аваперы. Одни аваперы на этой карте. Бустер минусует уже двоих. Это 3 в 2. Проблемы. У авангаров я бы сказал. Потому что сейчас может открыться еще и бустер получить. От Фрея. Так и происходит. Тут поставят бомбу. Ну и Санджи. Остается минуснуть только последнего. И Фрей справляется. Со своей обязанностью. Минус 3. Фрага. Ну и браво. 11-2. Так держать британцы. На самом деле хочется увидеть как можно больше красивых киллов. Как можно больше красивых щитов. Но авангары как истинные казахи сейчас просто купаются в деньгах. Тут 8250 у бустера. При слове что и авапа и фустагранат и вообще все в ажуре и в шоколаде. Это конечно достойно уважения. Фич. Палит позицию Астра на бусте. Пытается и знаете ли успешно. Достреливает последнего до конца. Шьет по Эклзу. Но не наносит последнему никакого урона. Фрей. Сейчас будет открываться. На точку А. Очень боятся у нас ферсы. Сейчас. Потому что ну оно и понятное дело. Нужно сыграть максимально аккуратно. Чтобы засейвить. Ну вообще в целом вытащить этот раунд. Сохрани свои девайсы. Джейми получает на арахис. Горят кикер саджи. Просто вдвоем сейчас. Такой вообще шашлык был. Прекрасный адрил. И минус 2. Эклз открывается. Также еще и с Моликом. Джейми работа по первому. Отвечай по второму. Как же он хорош. Просто. Просто невероятная стрельба. От этого пацана бустер работает по фрею. Последний остается Стэнли. Ну и Джейми должен закрывать его фликом. Минус 3. Мега важных килла. За этим пареньком. Ну и это 12-2 на ваших экранах. Последний раунд. Первый половина. У микрофона Дмитрий Князькин. У Джекракен. Трансляция Home Academy. Вроде бы все по старому. Ну судя по последним положениям дел. Но вот как-то по счету все так же остается по старому. Грубо говоря 6-6-5-5-5 по киллам. Ну все очень плохо. Джейми выходит у нас этим фрагом в топ. Собственно говоря по киллам. Является фраг-лидером на данный момент. В два весла вместе с бустером они работают. Бустер кстати очень хорош. На АВП. Тоже. Ну и тут еще можно порошить попытаться. Кикер тайт, опенинг по нему. И взрыв фрей. Минус по ордиле. 4 в 2. Экалс красный. Тут выход через буст. Может найти либо для себя килл Астра. Либо для себя смерть уже. Прыгает у нас Астра. Попадает собственно говоря. Ему в ножку. Бустер. Ну и Экалс ждет дальнейшего открытия. Но бустер не дурак. И так уж быстро он открываться в обраточку не будет. Просто это слепая стрельба. Короче туда и обратно. Попытается он как-то прошить. Тут больше уже пугает. Санджи. Минусует первого. Ну и по факту должен закрывать еще и последнего Экалса. Тем более сейчас уже о нем есть информация. Экалс. Будет пыхтеть. Будет стараться. Но все тщетно. 13-2. Вот она первая половина. Очень-очень плохая. Конечно карта. Для Фирса Спортс. Возможно они понимали это. Потому что. Как минимум на. Первой. Своей карте. Да инферно. Положение дел было куда лучше. Ребята старались. Ребята вытаскивали прям эту карту. Очень близкие были раунды. Опять-таки если не ошибаюсь. Это 11-16 на первой карте. Но не смогли. Не смогли удержать. Да инферно. Ну и в итоге. Отлетает в Солянова. От авангаров. Как бы это не прискорбно. Для них не звучало. Нет. Все еще впереди. Как я уже неоднократно говорил. И буду говорить. Counter-Strike это игра. Которая способна удивить. Когда самые топовые команды. Сливают вообще каким-то ноунеймом. Или когда вообще. Положение дел очень дикое. И когда с 0.15 поднимаются. Выходят на допы. Все возможно. Бустер. Работает у нас по ордиле. Первый опенинг для него. Раскидочка. Вот Санджи. Ну и это выход. Тут главное закрыть сейчас Экклза. Справиться с девяткой. С девяткой вроде тоже справляется. Там был Стэнли. Минус 0. Только Санджи. В обраточку. И вот он. Вуаля. Открытый Бэплэнд. Заходи. Располагайся. Накрывай себе Дестархан. Доставай. Я не знаю. Козы. Наливай шайи. Ну и давай. Гулять. Песни петь. Танцевать до утра. Строить юрты. В общем. Все как мы любим. Британцы тоже. Понятное дело. Известно своим гостеприимством. Минус 4. Для Бустера. Который просто поприветствовал прекрасные головы. Все тех же великобританцев. И вот как-то так. Обе, скажем так, стороны известны не только своим, все так же повторюсь, гостеприимством, но и чаем. Кто был в Казахстане, тот оценит действительно прекрасный этот великолепный чай. Минус так же от Джейма и Фича. Оценит, я надеюсь, тоже. Фрей работает в обраточку по Санджи и Кикерт. Минусует у нас Фрея в обратку. Вдвоем остаются Ордила и Эклс. Что там нужно парням делать? Денег нет. Желание, судя по всему, как-то под конец тоже отсутствует. Ну, можно спокойно выходить на Аплент. Да и, в принципе, и на Б. И забирать попутно всех. Летит смачок от Джейми. Выход, судя по всему, по хайваю на Аплент. Ну, как минимум, там уже Кикерт открылся. Дал инфу, что все безопасно. Можно выходить. Казахарта, жалшая, бешбармакордак. Ай, нанэ, нанэ. Компит, мампит. Это да, ребят. Ордила пытается, пытается. Прям я вижу, как он пытается забрать кого-то с дегла. Но этого не происходит. Экос тоже падает. Это 2.15. Ну и, судя по деньгам, вообще по положению дел, похоже, это Габелла за сторону казахского коллектива. В любом случае, да, карта в Солянова свой пик они отыграли просто безупречно. Ну, еще, я не знаю, там, за вычетом двух раундов, грубо говоря, там, какие-нибудь мини-оплошности можно простить. Сыграли, ну, реально, максимально чисто, корректно. Ну и показали нам много красивого контра-страйка. А порой больше-то ничего и не надо. Кикерт открывается у нас по Стэнли. Работает Фрей по Санжи. Падает у нас. Также от рук Кикерта. Минусуется Астра. Пытается Адрила что-то сделать. И... Нет, Экос остается последним. Давайте кликнем на него мышкой. Ну и вот, минус от Кикерта. Пока. ГГВП, дорогие друзья. Субтитры создал DimaTorzok.